здравствуйте александр здравствуйте наши встречи вы в ереване да и мы встречаемся и мы снова с вами встречаемся в ереване это у нас как бы традиция да это хорошая традиция думаю надо это организовать в карабахе в арцахе типа на керте я думаю да я думаю ваши соседи это оценят раз уж я приехал я не упускаю такой возможности чтобы повидать всех друзей покататься по стране увидеть что-то новое изменилось мы в новом парке гуляем вот стали открываться какие-то новые объекты вот открылся новый красивый парк с красивыми фонтанами но правда я поспорил бы насчет его тем что что называется юзабилити да то есть здесь да еще давайте на пони фонтанов хоть бы да деревья вот вырубили вот вам не на деревья вот деревья спасибо ну как вам эстетичность но парк красивые фонтаны хорошие людям нравится но то что вырубили деревья я считаю что это неправильно потому что армения жаркая страна и примерно полгода в году здесь днем невозможно будет находиться сам факт того что деньги стали вкладываться инфраструктура не разворовываться вот это уже радует я считаю что это большой прогресс планируете побывать в арцахе или нет пока плана я планирую там побывать но все что связано с арцахом это отдельная тема например тут есть мнение что мне туда не стоит ездить причем мнение это не мое а мнение определенных структур что мне не стоит туда ездить чтобы не провоцировать эльхам алиева на какую-то активность негативную в карабахском вопросе потому что сейчас пошли разговоры о сближении позиции по карабахскому вопросу и поехать туда и условно говоря показатель хому что вот я тебя не боюсь и что ты не теперь сделаешь но есть мнение что это не стоит делать то есть если не афиширую это без всяких провокаций просто потому что хочу видеть своих друзей собственно вот поводите после панакерта да обязательно как человек который прожил 26 лет в израиле и все эти 26 лет я наблюдаю попытки договориться между двумя включим сторонами которые ни к чему не приводят я понимаю что наверное не изменится ничего понятно что понятно что армяне не уступят карабах понятно также что ни одно правительство азербайджана не пойдет на мирный договор с арменией без возвращения карабаха вот тупиковая ситуация но я думаю переговоры все равно вести надо как-то корректировать позиции нужно но и вместе с тем надо быть всегда готовым к войне потому что она обязательно будет тот же израиль каждый 3-4 года имеет какой-нибудь вооруженный конфликт со своими соседями с этим уже смирились и это как неизбежное зло я не думаю что будет что-то серьезно скорее хаму алибу нужно показать что он по-прежнему сильный лидер показать собственному народу который к нему теряет доверие и для этого ему нужно будет периодически захватывать какой-нибудь кустик какой-то холмик и показывать как героическая армия азербайджана что-то там захватил ну суммарно несколько миллионов а что вообще они говорят как реагирует когда вы уже говорите про про конфликт мне нравится ну из азербайджана меня давно уже никто не комментирует они меня читают но они мне не комментируют потому что те азербайджанские читатели нормально адекватные люди которые были они они меня удалили из друзей там во всех соцсетях но сопроводили это сообщением что мы мы с тобой мы тебя читаем но ты понимаешь что мы живем в стране победившего сталинизма поэтому здесь власти все мониторят если узнают что мы имеем с тобой кита контакта у нас могут быть серьезные проблемы а вот но мне больше нравится другое что благодаря вот этой моей истории про карабах узнали просто миллионы людей которые даже не знали где он находится со знаком плюс или со знаком минус непонятно скорее со знаком плюс потому что показав все эти зверства в отношении меня но азербайджан очень сильно подорвал свои позиции потому что когда говорили о насилии например в отношении тех несчастных стариков сели от талиш которым отрезали уши по большому счету европейцы американцы не было до этого дела ну говорили ваши кавказские разборки нам делали этого нет а здесь азербайджан влез в историю дважды плохую для них во первых тему антисемитизма потому что когда пытаются замучить убить евреев азербайджанской тюрьме это всегда привлекает большое внимание по всему свету в том числе в европе где очень ну конечно плюс иностранец не армянин и не азербайджанец оказался в руках каких-то подонков террористов вот это вот фотография где я в наручниках рядом со спецназом в масках причем выглядит как будто не у саму бен ладена туда привезли они блогера какого-то но это облетела просто весь мир и стала силовом азербайджанского терроризма и на каждой конференции международных где участвуют это боя нас айрес брюссель и ереван телевизм абсолютно неважно я всегда ставлю заставкой вот эту вот картинку это вызывает очень очень хорошую эмоцию людей которые соответствуют ситуации то есть все задают вопрос а что это вообще такое не с ума сошли нет нет абсолютно наверное мне повезло еще что все-таки я служил в армии я видел кровь насилие и смерть и поэтому оказавшись в азербайджанском плену в общем-то это воспринимал адекватно во первых азербайджанцы мне напоминали арабов с которыми собственно мы воевали я понимаю что это не один народ но очень похожий менталитет и религия и так далее то есть я примерно знал что от них ждать я предполагал что что-то может случиться я предполагал что алиев не вполне контролирует ситуацию как в любом мусульманском обществе там очень много кланов очень много различных интересов ну и когда на меня в итоге напали стали души душите убивать в бакинской тюрьме ну как-то подсознательно я понимал что это должно было случиться скорее для меня было удивительно что я остался жив и вот это уже как-то не вписывается в мою картину мира во первых я подал суд на азербайджан европейский суд страсбурге обвинив власти азербайджана в покушении на убийство пытках и незаконном задержании незаконной экстрадиции за этот год европейский суд принял мое заявление началось уже фактически рассмотрение это самое важное потому что 95 процентов заявлений они получают отказ на первичных этапах причем азербайджан прилагал титанические усилия чтобы все это сорвать они пытались воздействовать на секретариат европейского суда я думаю через какое-то время даже выложу информацию кого не пытались подкупать какой суммы и когда это все происходило но это будет зависит от их поведения то есть если они прекратят свою деятельность но это останется грубо говоря между между теми кто эта информация обладает и теми кто может пострадать если нет то это все будет выложено в сеть они меня опять объявили в розыск азербайджан они опять завели уголовные дела на этот раз обвинив в том что я оскорблял честь и достоинство ильхам алиева и второе что я подрываю основы азербайджанское государство то есть призывы против действующей власти при этом они никогда никаких заявлений не делали об этом не сообщили в израиле то есть сначала мне об этом сообщили в приватной встрече а потом не израильтяне прислали абсолютно официальное письмо из мид израиля подписано замминистром иностранных дел где написано что наши источники внутри силовых структур азербайджана уведомили что они на вас завели уголовное дело и вам следует проявлять осторожность и не посещать те или иные страны не хотите спокойно жить но это было бы неинтересно жизнь так жизнь так коротка чтобы прожить спокойно да нет не хочу не спокойно не хочу александр давно вас узнают везде ереване варцахе за рубежом у нас звезда ну честно говоря я к этому не привыкший и я не знаю как мне с этим жить потому что я себя абсолютно нет нет я не знаю как с этим жить потому что я себя не считаю героем мне неудобно когда мне люди пожимают руку и говорят что вы наш герой потому что с моей точки зрения я не сделал ничего героического собственно я делал просто то что я должен был делать наверное так должен был поступить любой человек но с другой стороны я стараюсь исходить того что когда с тобой делают селфи красивые девушки надо радоваться конечно здорово поитого здравствуй и друг общения ваш друг кейсбуке внимательно смотрю ваши записи про наших соседей про вашу родину и про нашу общую родину я тоже я из тюмени а понял понял соседи соседи надеемся что к нам тоже приедем приедем спасибо посвящаюсь вашим мужеством спасибо и знанием европейского общемирового законодательства спасибо будем лайкать хорошо спасибо если понадобится будем рядом стоять спасибо 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 а не упустил такой для тебя шанс о есть спасибо но сейчас прежде всего все крутится вокруг суда который идет против азербайджана параллельно с этим занимаясь несколькими проектами здесь в армении плюс возможно появятся какие-то интересные варианты по работе в сфере защиты прав человека в европе в частности в чехии и через несколько месяцев я так предполагаю что видимо буду переезжать уже в европу посмотрим как что пойдет просто жизнь такая что каждый день происходит что-то новое пока интересно здесь пока все хорошо идет но в принципе конечно надо исходить из того что как говорят чувствую себя как дома но не забываешь ты в гостях и как человек который прожил большую часть жизни тоже маленькой стране среди маленького народа я прекрасно понимаю что три дня гуляет на 4 отправляет работать поэтому надо и работать и отдыхать работать и отдыхать до наслаждаться жизнью спасибо за встречу было интересно я думаю мы встретимся уже в степанокерте обязательно но вы здесь на една здесь но как только вы соберетесь поехать типа накер я буду сопровождать классно договорились а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...